Теория иммуноредактирования опухолей На которой есть ответ на опухоль И мы всегда видим его Потому что опухоль инфильтрирована Т-клетками, НК-клетками, дендритными клетками, макрофагами И эти клетки и другие клетки микроокружения безусловно синтезируют цитокины Которые играют одну из ведущих ролей в дальнейшей прогрессе опухолей Ускользание от иммунного ответа Или в элиминации опухоли Где тоже иммунная система безусловно играет ведущую роль И вот цитокины при опухолевом росте Ну конечно цитокины находятся в микроокружении опухоли И здесь можно все это микроокружение разделить на условно Безусловно на два типа клеток Это клетки ответственные за подавление роста опухоли К которым относятся CD4 положительные клетки, CD8 положительные, Т-лимфоциты, НК-клетки, М1-макрофаги, Н1-нитрофилы И они синтезируют цитокины Среди которых интерферон, альфа, гамма, фактор некроза опухоли Интралекин-12, которые могут быть ответственны за апаптоз опухолевых клеток Цитотоксичность по отношению к клеткам опухоли Подавление роста и элиминация опухоли Вот это вот обеспечивают данные медиаторы Но с другой стороны, на правой части этого слайда Мы видим, что есть клетки ответственные за стимуляцию роста опухоли Которые тоже находятся в микрокружении Это миелоидные супрессорные клетки Т-регуляторные лимфоциты, М2-макрофаги, Н2-нитрофилы И эти клетки синтезируют цитокины Среди которых иммуносупрессивные цитокины Интралекин-10, трансформирующий ростовой фактор бета Различные ростовые факторы Эпидермальный ростовой фактор Фактор роста фибробластов Сосудистого эпителия, эндотелия и так далее И провоспалительные цитокины Среди которых и факторы некрозоопухоли Интралекин-6, антралекин-1 и химокины И вот эти факторы ответственны за иммуносупрессию Блока паптоза Пролиферацию опухолевых клеток Ангиогенезу, неоангиогенезу Инвазивному росту и метастазированию опухоли Таким образом, роль цитокинов Если взять цитокины как систему Она, безусловно, двояка И очень важно, что продукция цитокинов Может быть не только механизмом защиты Но и механизмом прогрессии опухоли Еще раз повторю, это очень важно Это, безусловно, факторы роста для пролиферации опухолевых клеток Факторы ремодулирования окружающих тканей для инвазивного роста Ангиогенные и хемотактические факторы для роста новых питающих тканей опухоль сосудов И это факторы блокирования воздействия иммунной системы Вот в том числе некоторые иммуносупрессивные цитокины Сейчас публикуются данные, где цитокины демонстрируются как биомаргеры эффективности терапии рака И вот посмотрите, вот уровни некоторых цитокинов в плазме Причем, ну, тут условно так, либо высокие, либо повышение И прогноз, например, высокий энтролекин-8 в плазме крови Ассоциируется с плохим ответом на блокаторы иммунных контрольных точек Какие опухоли вы здесь видите, меланома и различные виды рака легкого А вот высокий энтролекин-2 в начале терапии Высокий энтролекин-6, высокий фактор некрозоопухоли Лучший ответ на блокаторы иммунных контрольных точек при тех же видах рака Повышение энтролекина-4, лучший ответ на блокаторы иммунных контрольных точек О чем это говорит? Что, опять же, очень разное действие цитокинов Ну, высокий энтролекин-8, видимо, мы можем связывать с действием хематактическим Привлечением клеток, метастазированием и ростом сосудов А вот эти вот медиаторы, высокие медиаторы в начале терапии Это энтролекин-2 и провоспалительные факторы, и энтролекин-4 Они ассоциируются с, видимо, сильным ответом иммунной системы И способствуют противоопухолевой активности проводимой терапии Хемокины, вот действительно хемокины очень интересны Хемокины могут участвовать в защите от рака И здесь мы видим клетки, вот сверху Которые экспрессируют хемокиновые рецепторы Это разные типы клеток, вы все это здесь видите И они могут быть привлечены этими хемокинами в зону опухоли Привлечь в микроокружение вот эти вот клетки Вот они сюда попадают за счет действия хемокинов И они борются с опухолью То есть это реальное противоопухолевое действие За счет привлечения данных типов клеток С другой стороны, хемокины стимулируют рост опухоли И здесь мы видим другой набор клеток Но они тоже экспрессируют различные хемокиновые рецепторы Но некоторые другие хемокиновые рецепторы Привлекают эти клетки, вот эти уже другие клетки В зону опухоли, в микроокружение опухоли И эти клетки, посмотрите, они способны подавить действия НК-клеток, цитоксических талимфоцитов Т-хелперов 1-17 типа И все это способствует прогрессию опухоли То есть опять получается, что Ну если вот более узко взять среди цитокинов Систему хемокиновой регуляции То хемокины могут быть как факторами защиты Так и факторами прогрессии Применение цитокинов в комбинированной терапии рака Действительно на основании того, что было показано В том числе, есть разные подходы Для применения цитокинов Ну посмотрите, первое это активация противоопухолевого иммунитета И здесь показаны медиаторы Ну конечно, это в основном для иммунозависимых опухолей Многие цитокины используются для конструирования Противораковых вакцин Это и колонии стимулирующие факторы Энтерликин-1, энтерликин-4 И третье направление В комбинированной терапии Это профилактика и коррекция Токсической лейкопении Вызванной применением цитостатиков И радиотерапии И здесь тоже используются Различные колонии стимулирующие факторы И энтерликин-1 А здесь мы видим Различные цитокины И строение их рецепторов Эти цитокины используются в противоопухолевой терапии Ну конечно, это энтерликин-2 И вот строение гетеромерного Трехмерного рецептора Энтерликин-15, 21, энтерликин-12 Колонии стимулирующие факторы Для гранолцитов-моноцитов И энтерферон Энтерфероны первого типа У них у всех разное строение рецепторов У них есть Внутриклеточные сигнальные пути Которые активируются И они тоже разные И внизу мы видим При каких типах рака Сейчас это используется Ну конечно Одной из главных клеток Для противоопухолевоактивности Является НК-клетка И обратите внимание тоже Сколько цитокинов Стимулируют функции НК-клеток Это и энтерфероны первого типа Это энтерликин-2, 15, 21 Через рецептор, содержащий гамма Цепь рецептора энтерликин-2 Цитокины семейства энтерликина-12 И энтерликин-18 Это все совершенно разные факторы И мы здесь видим Совершенно разные Рецепторные комплексы Разные Вот внутриклеточные Уже сигнальные пути И разные Разные Пути Активации НК-клетки Тем не менее Все эти факторы Могут активировать НК-клетку И активировать Противоопухолевую цитотоксичность Что безусловно Очень важно Ну, очень много лет уже используется Энтерликин-2 Активированные клетки в терапии рака Это могут быть и ЛАК-клетки Лимфокин-активированные киллеры Из периферической крови Это могут быть ТИЛ, так называемый Тумор Инфильтрирующий лимфоциты Выделенные из опухоли И стимулированные Энтерликином-2 Инвитро И ЦИК Это цитокин-индуцированные киллеры Где кроме интерликина-2 Еще может быть применен Различный суп Так называемый Из стимулирующих антител И других тоже цитокинов Ну и внизу Вы видите Варианты применения Это меланома Рак почки Различные виды Сарком И многие другие опухоли Ну и результаты Здесь продемонстрированы Полный ответ До 50% Конечно Это очень важно Вот эта схема В принципе Адаптивная иммунотерапия Рака С использованием Лимфоцитов Активированных Интерликином-2 Ну например Вот туморинфильтрирующие Лимфоциты Выделяются Наращиваются В культуре С помощью Интерликина-2 И затем Вводятся Больному Самостоятельно Или еще На фоне Введения Интерликина-2 Рекомбинантного Точно так же Клетки с геномодифицированным Токлеечным рецептором Кар Они тоже могут Наращиваться С использованием Интерликина-2 Ну и вот Теперь Семейство Интерликина-12 В регуляции Опухолевого роста Тоже Удивительно Что одно И то же Семейство Вот здесь Мы видим Пять Основных членов Интерликин-12 27-27-23 35-39 Но Они все Несмотря на Схожие структуры Немножко по-разному Действуют На клетке Микроокружения И можно Вот провести Такой график Вот Противоопухолевая А здесь Проопухолевая активность Различных членов Этого семейства То есть Даже В составе Одного Семейства Медиаторов Активность Может быть Совершенно Разная Но вот Это одни из Последних Очень интересных Данных Интерликин-10 Интересно Мы его рассматривали Как Иммуносупрессорный Цитокин Который Подавляет Действие иммунной Системы Но оказывается Что Есть Варианты Когда Внутриопухолевое Введение Интерликин-10 Блокирует Апаптоз CD8 Телемфоцитов Ткани опухоли И затем Можно Развить Тут Целую Схему Применения Этого Цитокина Для Активации Противоопухолевого Иммунитета В целом По Лечебному Действию В чем Преимущество Лечебного Применения Цитокинов Как Класса Соединений Ну конечно Это Применение Рекомбинатных Препаратов Идентичных Эндогенным Цитокинам То есть Мы Используем То что Создано Самой Природой Миллионы Лет эволюции Мы имеем Полностью Охарактеризованный Механизм Действия И конечно Это Очень важно Для современной Иммунофармакологии Мы полностью Знаем Как Действуют Цитокины Какие рецепторы Какие сигнальные Пути Как Идет Ответ Третье Это Возможность Сочетания С химиотерапией Радиотерапией И вот В комбинированной Терапии Рака Конечно Сейчас тоже Достигнуты Успехи В частности Вот При Применении Колонии Стимулирующих Факторов Ну и Наконец Последнее Это Высокая Эффективность Лечения По Сравнению С традиционными Методами Таким образом Заключая Свой доклад Мне бы Хотелось Сказать Что Цитокины Очень Сложная Система Регуляции Цитокины Могут Выступать Как Факторы Защиты От Рака Стимулируя Иммунные Механизмы Защиты Но и Как Факторы Прогрессии И тут Тоже И действия На иммунную Систему И действия Может быть Больше На Микроокружение Опухоли И Конечно Когда мы Начинаем Использовать Цитокины В клинике И Разрабатываем Протоколы Лечения Вот это Нужно Учитывать Вот Вот Эту Двоякую Роль Цитокинов В развитии Опухоли И В развитии Рака Благодарю За внимание Редактор субтитров